Доброго времени суток, с вами Аракис и это третья часть и на данный момент думаю будет даже заключительная, возможно дальше продолжу конечно же обзоры моих монстров. Итак, начнем. Кто же сегодня у нас будет? Так как я прокачал новых монстров и они у меня немного перемешались, поэтому я по памяти так скажем продолжу обзор тех персонажей, которых я еще не рассматривал. И начнем мы сегодня с Часунки. Часунка, что сказать можно о ней вкратце, это имбоватый персонаж, как я уже не раз говорил, она мне больше нравится даже чем Арх Воды, так как их часто сравнивают. У них два хила, но Часунка, так скажем, в большей мере выигрывает из-за того, что не всегда ее можно законтролить крестом, то есть с запретом на хил, так как своим третьим скиллом, которым мы перейдем чуть дальше, она попросту игнорирует и балансит и хп и уровень атаки, то есть атак бар от того персонажа, к которому она, так скажем, цепляется. Вот, итак, перейдем к ней. Персонаж изначально четырехзвездочный, хотя достойен, наверное, даже пяти, думаю, со мной многие согласятся. Перейдем к ее навыкам. Первый навык ничем не примечательный, хотя иногда очень мешает вражеским ДД, особенно тому же Теомарсу, к примеру, которому ты накидываешь гланс и он там не критует уже и раскол на тебя не вешает. В принципе, тоже приятно. Скилл не требователен к прокачке, так, чтобы тратить, к примеру, Дэвилмонов, но вообще персонаж такой, как Часунка, скажу со стопроцентной уверенностью, на нее мне Дэвилмонов было не жалко, так как, честно, мне не везло на других представительниц ее класса, то есть водяную, огненную. Поэтому пришлось мне потратить Дэвилмонов и, в принципе, скиллы точнулись, ну, более-менее нормально, вот, вы видите, только первый скилл до конца не дотачил и, возможно, мне повезет и я уже дотачу, так скажем, через представителя ее же класса. Итак, перейдем ко второму скиллу. Второй скилл восстанавливает все пати, то есть всех союзников пати от своего родного максимального хп, то есть от хп Часунки. Чем больше у нее будет хп, тем сильнее она восстановит свое пати, то есть каждого члена пати. Вот, а также увеличивает атаку, то есть силу атаки на два хода, что очень, в принципе, помогает Дэдэ, ну, и, в принципе, и всем другим персонажам. Для Дэдэ это, конечно же, очень важно. Прошу прощения, мы вернулись. Технические поломки. Откат у Часунки у второго скилла три хода, также, вот, видите, с каждым уровнем повышения повышается сила восстановления и, в среднем, получается, это выйдет у нее плюс 25%. Улучшится, ну, в общем, немножко сильнее она будет хилить, то есть вы не подумайте, это фактически будет даже незаметно. Хотя, если у Вашей Часунки будет около 40 тысяч хп, это будет заметно. Вот, ну и самый, конечно же, лучший ее скилл, третий от цвет, господи, перевели же классно, вот, в этом, как бы, и соль всего этого персонажа. Кто-то ее любит за этот скилл, естественно, любят ее те, у кого она есть, и ненавидят те, у кого ее нету. Так же самое я думал. Не особо я любил представительницу этого класса, пока она мне не выпала, хотя, в принципе, около месяца, наверное, она валялась у меня в складе без дела. Еще где-то через недели-две я ее одел в свифт, самый такой ужасный. Во втором слоте у меня была, по-моему, защита, то ли хп, но, в общем, редко я ее и где использовал, и она у меня была куском мяса, неточенная, то есть абсолютно ничем и никем. То есть этот персонаж очень нужнается в рунах, она требовательна к ним, то есть в каких-то там шлаковых рунах она мало себя покажет, и очень нужен ей виолент. То есть в свифте она тоже достаточно может себя проявить неплохо, скоростная, но все-таки в виоле она более крута, так как, я не знаю, к примеру, 2-3 раза походила, использует все свои скиллы, подхиливает, закидывает атак бар, это очень раздражает, бесит. Вот, в чем плюс третьего скилла, в том, что, естественно, выравнивает здоровье, к примеру, да, в вашей часунке 30 тысяч хп, неважно, просто она полностью отхилена, а у вашего дд, ну, он фактически там приближается к очертании смерти, и уже готов откинуть коньки. То есть вы используете третий скилл на этом персонаже, и если у этого персонажа, допустим, было там 10 хп оставалось, то хп у него вырастет до уровней не 30 тысяч, как, к примеру, у часунки, а просто до его максимального уровня, то есть полоски уравняются. То есть вот обычные весы можно представить, только весы, если положить, то есть уравняется так, а левая сторона, так скажем, не знаю, к вам получится правая, то есть выравняется на уровне максимального здоровья. И полоска, а вот полоска атакбара, если, к примеру, у вашей часунки, естественно, ход полностью восполнился, а у вашего дд там самое начало, естественно, будет столько же атакбара, то есть такая же полоска, как и у вашего дд, на котором вы использовали. Надеюсь, более-менее понятно, так как, может, где-то заговорился, прошу прощения. В общем, скилл очень хорош, он не блокируется абсолютно ничем, и законтрить этот скилл можно только таким способом, к примеру, да, вы знаете, что 100% следующая походит часунка и отхилит дд, которого вы не можете добить, либо там, не знаю, какого-то хилера, неважно, любого персонажу. Но, уверяю вас, не тратьте ход на этого же дд, а лучше ударьте часунку, так как, по-любому, она, скорее всего, использует свой третий скилл, но, по крайней мере, средний уровень здоровья у этих обоих персонажей будет уже меньше. А иначе она просто восстановит полностью того персонажа, и от того, что вы его ударили, ну, абсолютно не будет никакого смысла. Вот. Дальше, что о ней можно поговорить. Ну, увеличивается у нее сопротивление. Перейдем сразу к рунам. Ну, наверное, идеальным вариантом для нее будет, естественно, основной сет это Виол. Поговорим все-таки о топовом сете вначале. Это Виол, и некоторые одевают даже Немезис, то есть, чем меньше хп, тем быстрее она ходит, и, почему бы и нет, достаточно хороший сет. Ну, и второй сет, который ей одевают, это Сила, назовем ее Резист, то есть, сопротивление к дебафам, либо на Энерджи, что тоже будет неплохо. Это уже зависит, будет, конечно, от ваших рун. Основные, вот, чаще всего, как ее одевают по статам 2, 4, 6, это, естественно, скорость, хотя можно и хп, если у вас в допах неплохо скорость она собирается, то можно и хп одеть. Вот, четвертый слот чаще всего одевают в хп, но это я экспериментально попробовал, так как, видите, руна, я считаю, достаточно неплохая получилась, опыта неплохо дает 23%, плюс защита, так как у меня попросту не было руны на хп, естественно, я бы одел бы руну, скорее всего, на хп, пускай бы она даже была бы, ну, назовем так, если взять по циферкам, то эту руну можно оценить, ну, 8 баллов с 10 и точно можно дать, даже если бы там, я не знаю, какую-то 6-ти бальную с 10 на хп бы одел, я бы, по-любому бы, скорее всего, бы одел бы, но решил попробовать через защиту и дальше сравню стат и объясню, почему, и, в принципе, весело читать комментарии в чате. И шестой слот чаще всего одевают либо в хп, либо в резист, если не могут собрать ей достаточно, то есть резиста, то стойкости, называю резистом, стойкости желательно ей добрать даже 100, так как реже будут проходить дебафы, реже будет проходить стан, раскол, часунка, как ни крути, все-таки боится этих дебафов, если она не ходит, она не сможет отхилить, смысл от такой часунки, если у нее будет резиста, там, не знаю, 10-20, хотя и через вон мои 87 часто станет ее, то есть это зависит от шанса и от того, кто бьет, у кого сколько точности, вот, по поводу альтернатив в рун, как я уже говорил, можно и одеть свифт, плюс энерджи, свифт, плюс резист, то есть заменить виол на свифт, ну, либо самый такой, назовем, начальный, в начальной стадии, это если вы ее там получили, там, чуть бы не на 10 уровне, у вас нет хороших, более-менее хороших рун, хотя бы там 4-5 звезд, то вы можете одеть ее там в 3 сета энерджи, и, в принципе, тоже будет неплохо, будет толстая, много хп, и, я думаю, поможет кому-то из вашей пати выжить, а, возможно, и всем, итак, перейдем к общей информации ее, вот, вы видите, что у меня получилось по поводу хп, да, это не самое жирное, назовем ее так, часунка, 25 тысяч хп, но зато посмотрите на уровень защиты, и это очень большая редкость для часунок, я, в принципе, таких часунок не встречаю, зачастую, кому бы я не заходил там в инфу, и вообще, я просто уже сравниваю по урону, то есть у часунок в среднем, ну, максимум, там, вот здесь вот, вы видите, округлим 600, там, плюс 150, плюс 200, ну, плюс 300, то есть, так как одевают в хп, и у таких часунок, там, 32, там, 35, даже до 40 тысяч хп доходит у часунок, я не беру там топовых, у которых там чуть бы не 50, это уже, конечно же, сверх руны и так далее, упер, назовем их так, вот, поэтому я ее одел, даже, сказать так, в защиту копера, так как часто на арене атакуют через копер, и хотят часунку вынести первой, и когда в чате там пишут Аракис, почему я не смог пробить твою часунку, добавляется ко мне в друзья, видит, понимает, либо ему скидывает скрин вконтакте, вот, то есть, то, что часунка одета через защиту, и копер со своими, там, 1200 даже, ой, 1200, прошу прощения, 2200 даже брони, он не может пробить эту часунку, конечно же, если там нет раскола и тому подобное, вот, где я ее использую чаще всего, чаще всего, это, естественно, арена и ГВ, на арене даже реже я использую, вот на ГВ, я ее использую вместе с Катариной часто, либо с другими персонажами, она подхиливает, она танкует иногда, если мне нужен более-менее такой танк, если у меня там Рама убили, либо Рама занят, там, другим боем, вот, поэтому в данжах, где я ее использую, в принципе, на драконе я ее сейчас не использую, раньше пробовал, пытался, она там менее мне помогает, чем Меган, кстати, Меган, в конце покажу, во что я ее переодел, вот, где я ее еще использовал, кстати, многие ее используют в башне, очень хорошо на себя там показывают, особенно в Виоле, не дает Пати умереть, постоянно подхиливает, балансит, неплохо, плюс дебаф, гланс такой, что не помешает, вот, я ее в башне использовал, по-моему, несколько раз, я даже и не помню, чаще у меня Ахман используется там, о котором мы поговорим дальше, но, в принципе, и все, персонаж очень хорош, из минусов я в нем не вижу, таких конкретных, единственный, конечно же, ее минус, какие, ну, наверное, многие есть такие персонажи, если она остается одна, то, ну, сделать она ничего не может, так как один из ее скиллов попросту не работает, так как он зависит от второго члена Пати, то есть его можно использовать только, когда, ну, хотя бы минимум двое остались, следовательно, она может только бить первым скиллом, он бьет слабо, ну, и подхиливаться вторым скиллом, поэтому, когда она остается одна, зачастую ее игнорируют весь бой, либо стараются убить сразу, она, ну, ничего уже не сделает, та же Хлоя даже, в принципе, может в соло там кого-то еще и вынести, подхиливаться, кинуть иммунитет, неуязвимость и так далее, вот, перейдем дальше, скажу так, по поводу рамы я делал отдельное видео, единственное, вот, еще раз похвастаюсь новыми рунами, так как сделал ему там 37 с копейками ХП, скорости вроде бы 108, да, многие скажут медленная рама, но смотря на руны, Немезис даже перестал, точнее, удивляться, когда мой рама на последних своих ХП, приблизительно 5-10 тысяч, он своим ходом иногда обгоняет даже многих таких, ну, нерадивых Хлои, Сокола там 200-210 скорости, так как надбавка в полоске скорости ему нереальная прыгает, когда его добивают до этого уровня, вот, поэтому Немезис на нем очень неплохо смотрится, что еще можно одеть, вот сейчас, если бы у меня были бы даже заменить вот эти вот Немезис на контратаку, я бы хотел бы потестировать, так как мой рама получился с новыми рунами, такой более даже иногда дамажащий, скажу так, а радует, когда он всяких там, не знаю, тех же вот Катарин, который там на арене, кого там еще недавно неплохо жахнул, а вот, Люшен попался, ну, понятное дело, что его одевают не через защиту и не через ХП, но приятно, когда рама в раскол ударил на 12 тысяч и фактически в соло убил, хотя при этом я думал третий скил использовать, но мискликнул и фактически убил Люшена. Неплохой вариант, но единственное, конечно же, я бы пожертвовал бы вот этим крит уроном, вот этой крит силой и полностью даже хотя бы вот все вот это убрать до минимума и хотя бы добавить стойкости, ну, хотя бы плюс 20, было бы идеально. Зачастую я использую, естественно, стесарионом, который добавляет 41% стойкости и, в принципе, это получается сколько там, 79% уже неплохо, но вот до сотки вместе, хотя бы вместе добить было бы неплохо, ну и не помешало бы еще и скорости поднять. А так, в принципе, я им очень доволен, он меня очень редко подводит, в принципе, 37 тысяч ХП в таких рунах, это, ну, могу сказать даже так. Считаю, что мой рама тянет на девятку с десяти из средних рам, которые вообще есть. Итак, перейдем далее к Ахману. Как я говорил ранее, когда-то он у меня был, докачал я его до пяти звезд, чем-то он мне там не понравился, не помню, я его скормил. И вновь я его прокачал тоже через время, история повторяется как и с рамой, поэтому перейду, в принципе, сразу к нему. По поводу персонажа, скажу так, где использую его я, перейду сразу к использованию. Использую его сейчас активно на драконе, Б-10 гиганта он у меня уже фармит, по-моему, полгода, да, где-то так. То есть он постоянно на гиганте, но другого персонажа у меня нет для подхилл. Не, ну, конечно, я могу использовать часунку и так далее и тому подобное, но все-таки Ахман, как ни крути, дэмэджи больше наносит. А дэмэдж это скорость и прохождение проще. Плюс мне его хватает, часунка мне не нужна на гиганте. Вот, где еще использую, в башне, по-моему, в 90 или 95 этажах этой башни он у меня точно присутствовал. Также я прошел такие этажи, которые ранее без него я не мог осилить, когда он у меня был одет в энерджи и в очень слабенькие руны. Чуть позже перейдем, так скажем, к рунам. Вот поэтому очень достойный персонаж, подхиливает все пати, и чем больше, естественно, у него хп, тем сильнее он хилит эту пати. Давайте перейдем к навыкам. Думаю, у многих есть этот персонаж. Тройка такая, как Ахман, Беладеон и Дарион. Это тройка, наверное, лидирующих трехзвездочных монстров. Они, ну я не скажу, обязаны быть у каждого. Ну, Белка занимает, естественно, первое место, так как Белку можно использовать абсолютно везде. Это универсальный монстр, и тяжело вот мне даже вот сейчас найти такого же вот подобного монстра. Хотя, возможно, Веромос. Не везде Веромос нужен, именно нужен. А вот Белка закатит фактически в любое пати, в любом данже и против любого пати. Белка очень хороший персонаж, но опять же к ней чуть позже. Итак, по поводу скиллов. Первый скилл интересен тем, что кидает агр, то есть провоцирует персонажа. В чем плюс этого агр в том, что когда вы, то есть агр прошел, он, по-моему, сколько тут шанс получается? 30-40. Если мне подсчет быстрый не подведет, то 85%, да? Или 75%. Ладно, не будем на этом заостряться. То есть, если вы заагрили персонажа, он может использовать, точнее, он на автоатаке бьет вас, отвечает вам только первым скиллом. Когда его уровень полоски доходит до 100%, и он может выходить. То есть, огромнейший плюс этого персонажа, то что он может контролить таких хиллеров, к примеру, как Часонка, как Хлоя. Да, любого хиллера, либо любого ДД, которого вы не хотите, чтобы использовал свой второй скилл, третий. Чтобы какой-то бафер накинул бафы, подхилил щиты и тому подобное, и так далее, и тому прочее. И, кстати, что скажу по поводу Веромоса. Если вы будете бить Ахманом Веромоса и пройдет агр, Веромос хоть и снимет агр, но все равно он подхилится от вашего агр, то есть на 3%, но все равно ударит в ответ. То есть, он не может снять ваш агр, а потом еще и походить в того персонажа, которого он там кликнет, либо там, я не знаю, если в защите, там стан использует и так далее. То есть, по-любому есть смысл контролить Веромоса, для того, чтобы он не дал стан, либо не бил других персонажей. Вот, перейдем ко второму скиллу. То есть, скилл ничем не примечательный, немного сильный, ну как немного, достаточно сильнее бьет, приблизительно я так сравню. В раз два, два с половиной он сильнее бьет, чем первый скилл, тоже зависит, конечно, от максимального здоровья. Я его редко использую, этот скилл, разве что, когда нужно именно добить, вот конкретно добить этим персонажем. То есть, я его даже могу сравнить с тем же ведром, так как ведро использует почти всегда первый скилл, а вторым, когда нужно, так скажем, срочно добить. Так же и в этом они похожи с Ахманом. Ну, естественно, самый его имбоватый скилл это третий, он же пассивка, то есть, он хилит все свое пати на 12% от своего максимального здоровья, от своего, не от здоровья там вашего персонажа, не важно будет у него там, кстати, 1000 хп, либо 50000 хп, он все равно отхилит на какое-то значение, то есть, уровня здоровья Ахмана, то есть, 12% его. То есть, на моей практике сейчас он хилит в данжах без лидерки на хп и тому подобное, то есть, мой Ахман хилит, по-моему, 3700, ну, пускай будет 60, там, это уже мелочи, копейки и так далее. Скажу больше, качать башню, которая прокачивается за медали, которые вы добываете на арене и улучшать ради одного Ахмана, то есть, башню, которая там по 2% увеличивает здоровье, честно, не имеет смысла. Это добавит вам копейки, если вы хотите именно ради Ахмана это сделать. Конечно же, общий прирост по хп у каждого монстра повысится, но если вы этой мыслью руководитесь, то не нужно этого делать, оно того не стоит, это реально добавит копейки. Лучше проточите руны, либо переоденьте его. Также очень важно сделать этому персонажу 100% крита, так как, даже когда у меня Ахман был с шансом критать 99%, уверяю вас, меня очень бесило, когда он не критовал. О, это настолько раздражало, вроде бы 99% шанс, тварь, ты должен критовать, должен, этот 1% он просто не должен никогда промелькать. Я удивился, когда 2 раза сходил мой Ахман, без каких-то там дебафов на гланс и тому подобное, он не кританул. И тогда реально психанул и решил переодеть его. И добил ему даже, так скажем, до 102%, 2% ему сделал, ну так как больше 100% не показывается, поэтому у него сотка. Ну и лидерка, в принципе, очень редко используется, его лидерка, 30% защиты монстров света. Редко использую, разве что можно на ГВ, к примеру, так как эта лидерка работает везде, использовать Ахмана, Дариона и того же Белку, то есть бюджетный вариант, сильный вариант. Есть 2 подхила, есть защита от Дариона, неплохо, 2 раскола, если этих троих монстров одеть в классные руны, то они могут навалять. И неплохо. В чем минус этого персонажа, так как его полностью контрит Тессарион, абсолютно. Ну, он ему попросту выключает его пассивку. А Ахман без работающей пассивки, ну, кусок мяса, который абсолютно ничего не может, разве что помешать немного тем, что заагрит. Вот, также еще из минусов его, это если вы будете бить персонажей, у которых там, я не знаю, вот у той же русалки, пассивка, у русалки света есть пассивка, которая там, по-моему, 20%, то ли 10%, по-моему, 20% на все пати, то что вы будете бить пати и сработает гланс. То есть вы не сможете критануть, наложить дебаф и так далее и тому подобное. Также Ахман боится такого дебафа, как гланс, так как гланс, насколько я помню, 40% добавляет к повышенному, назовем так. Допустим, так ваш Ахман 100% будет критовать, а с дебафом на гланс он будет критовать приблизительно с шансом 60%, может даже 50%. В общем, каждый второй удар, он в среднем, естественно, вы можете и продолжать дальше критовать, невзирая там на те глансы, это уже зависит от рандома. Но такой персонаж, как Тайрон, кто еще, даже вот, к примеру, Шэнон, да любой персонаж, у которого есть гланс. Кстати, о часунке мы говорили, то есть если против вас есть Ахман, то часункой можно его бить и очень-таки мешать. Поэтому старайтесь подбирать пати правильно, ну и одеть его в хорошие роны. По поводу рун перейдем. Ну, естественно, ему нужен Эвейк, так как он получает свою пассивку, это в принципе логично. По поводу рун, идеальным вариантом для него будет это Виолент, плюс одеть к нему клинок, то есть Блэйд на 12% крита, шанс крита. Либо Энерджи, если вы и так можете добить этот шанс крита. Бюджетным вариантом для него будет это 3 сета, к примеру, на Энерджи, либо там 2 сета на Энерджи. То есть вам попросту нужно добить 100% крита. То есть это для него абсолютная величина, которую вы должны достичь для того, чтобы этот персонаж хоть что-то мог показывать, делать и вообще помогать вам. Так как КПТ от этого очень сильно вырастет. И так, по поводу рун пройдемся. Второй слот иногда, кстати, некоторые игроки одевают его через скорость, что в принципе тоже неплохо. Быстрый Ахман, который там ходит со скоростью, к примеру, там 180-190, замечал о таких на арене. А знаете, если у него еще и Виол прокатит, достаточно-таки может очень сильно помешать. Но все-таки большинство, я возьму, так скажем, большую часть игроков, я не буду рассматривать экспериментаторы и тому подобное, одевают его так. То есть второй слот в ХП, максимальное значение ХП. Четвертый слот в крит силу, естественно, для того, чтобы догнать ему 100% крита. И шестой слот тоже в ХП. То есть это для него стандарт, абсолютный. Не нужно придумывать велосипед, постарайтесь добиться этого. Из основных статов, которые ему нужны, это, естественно, крит сила. Десятый раз будем о ней вспоминать. Крит урон, это уже такое неважное. И желательно набить ему побольше стойкости. Вот видите, у меня точности больше получилось, хотя в принципе тоже неплохо. Чаще агрит. Но я бы сделал ставку больше на стойкость, так как он должен жить. Агр не агр, а Ахман ваш должен жить. А когда он там в стане находится, либо там гланс на него накинут, там раскол, еще что-то. Там, я не знаю, его задебафали, тессарион накинул, обливион. Это уже не то. То есть такой Ахман вам не нужен будет. Постарайтесь набить ему максимальное количество ХП, крит силу и побольше стойкости. Вот. Скорость, ну, вы видите, 125. В принципе, для башни и всего остального, так как у меня есть ведро, этого хватает. Так, плюс он одет виол. И вы видите, уровень ХП, скажу так, что очень высок, так как у большинства Ахманов, я не говорю, что мой Ахман там лучше и тому подобное. То есть средний Ахман, как и мой был до того, как я его переодел, это около 24-25 тысяч ХП. И, в принципе, этого вполне достаточно. То есть вам не нужно там кровь с носа добивать ему там 30-40 тысяч ХП. По-моему, что нереально. Ну ладно. Перейдем к следующему персонажу. Это Белодеон. Вот. По поводу Белодеона я уже говорил. Это одна из лучших. Один из лучших. Хотя не знаю, кто это, мальчик там или девочка под юбку. Не будем заглядывать. Один из лучших персонажей трехзвездочных. Добывается он с СД, либо падает там с свитков. Надеюсь, вам не повезет. Не хочу, чтобы он упал вам, так как мне уже падал. И Ахман, кстати, и Белка уже падали мне со свитка. Вот Ашер, мать его, Эшер, так и не падает с Волота. Два свитка у меня есть, надеюсь, очень надеюсь. Кумтуаз, услышьте меня, пожалуйста. Вот. И упадет мне этот долбанный Ашер. Перейдем к персонажу. Так, скажем, поговорим о навыках. Первый навык, как бы, типа, имеет шанс 100% нанести раскол на деле. Это все-таки зависит от резиста персонажа, на которого вы будете стараться накинуть раскол и тому подобное. Вот. Первый скил, ну, ничем не примечательный. Кидает раскол на два хода. И достаточно... Из-за этого и ценится, в принципе, этот персонаж, но не только. То есть все его скиллы нужны. То есть нет такого скилла, который там не нужно юзать. Либо там брать акцент на первый скилл, либо чаще там на второй, либо на третий. Все скиллы его нужны. И в чем его огромный плюс этого персонажа? Так как это стихия света на арене. Я не люблю этого персонажа, так как я чаще всего дерусь через раму. А эта белка через защиту на рандоме может походить. На, там, на хлою мою, там, на моего Тессариона, на ведро. И сразу же все накидываются на того персонажа, на которого накинут раскол и игнорируют моего раму. Ну, а для меня это очень печально. Я с такими опущенными глазками жду, пока попросту всех перебьют, а один рама остается и зачастую не вытягивает бой. Вот. Поэтому вот так. Второй скилл его нейтрализует усиляющий эффект и попросту снимает все скиллы. Скажу о нем более. Если, к примеру, вы будете бить хлою, и даже если вы снимете все скиллы, он не снимает там один скилл, полтора, два, три. Если сработал скилл, то снимает абсолютно все. Не важно, сколько бафов там, пять, шесть, десять, все снимет абсолютно. Но если есть такой скилл, как неуязвимость от хлои, там, от нилл и тому подобное, урон вы не нанесете этим персонажам. Урона не будет. Вот. Это сто процентов, что, к примеру, когда у вашей там противоположного врага там хлои остается писелька хп, и вы хотите вторым скиллом добить, а у этой хлои висит там иммунка, не надейтесь, что, то есть иммунка, непобедимость. Почему я вспомнил непобедимость? В общем, неуязвимость вы не добьете вторым скиллом. Ну и, в принципе, лучше ударить все-таки им, чем первым. Первый по-любому не донесет урона, а вторым вы хотя бы собьете все ее бафы. Вот. И перейдем, естественно, к третьему скиллу, что очень неплохой буст для всех персонажей вашего пати, так как пополняет индикатор здоровья и атак бара, то есть полоску вашего хода и хода всех ваших союзников по 30%. Очень неплохой хилл, очень-таки неплохой хилл, так как 30% здоровья всех союзников, к примеру, там у союзника вашего 30, тысяч хп у кого-то 10 и так далее. То есть хилл будет зависеть от каждого персонажа, который получит этот хилл, на кого будет использован. Используется он, естественно, массово. То есть это не означает, что, к примеру, у вашей там белки 20 тысяч хп и отхилит она всех, ну, к примеру, там по 7 тысяч хп. Хилл у каждого будет свой. Вот. И, естественно, пополняет атак бар, то есть очень быстро разгоняет ваше пати. Иногда, когда даже вам хилл не нужен, часто игроки используют этот третий скилл для того, чтобы просто повысить полоску атак бара. И ваш там, к примеру, ДД, либо там какой-то дрой-хиллер, либо бафер походил быстрее вражеского. То есть этот скилл не всегда используется только для того, чтобы подхилить. Вот. Прокачать скиллы Беладеону и Нугами Света, в принципе, легко. Часто падают на Вулкане, огненные Нугами, да и Свитки, Свиток часто падают. Поэтому скиллы не проблема и советую прокачать их по максимуму, естественно. Вот. Так, перейдем дальше к рунам. Идеальный вариант рун для него, естественно, это Виол и Контер-Атака, так как с Контер-Атакой, вы понимаете, наносится раскол, а это очень бесит, это раздражает, так как мой, моя, будет моя, белка не одета в Контер-Атаку, поэтому мне это раздражает. Нет у меня Контер-Атаки достойной для того, чтобы подеть Белку, так как это первый персонаж, на которого, скорее всего, я одену Контер-Атаку достойную, ну и та, которая вообще на него зайдет. Вот. По рунам пройдемся, наверное, самым таким оптимальным вариантом для Белки сделать скорости около, там, 150-180, то есть очень редко есть Белки, у которых там чуть бы не 200-250 скорости, нет смысла от этого, так как вы потеряете ХП, вы потеряете в резистии, вы потеряете в точности и тому подобное. Такая Белка будет очень тонкая, которую легко зафокусят. По поводу рун в допы не заглядывайте, руны на ней не особо хорошие, но отдел как отдел. Вот. Пройдусь по своим рунам, то есть я отдел в скорость, что здесь у меня стоит ХП, и здесь, по-моему, да, точность у меня стоит. Вот. Многие говорят, что точность ей фактически оставляют там чуть бы не на нуле, так как второй скилл и так работает, но все-таки, как ни крути, второй скилл тоже зависит от точности. И вы можете протестить это, сделать там Белки 100% и там, к примеру, сделать и вообще снять там все руны на точности и попробовать, к примеру, на Вулкане, да, на третьей волне там мобы бафаются. Вы заметите, что Белка все-таки с точностью, там приближенной к сотне, чаще, намного чаще, фактически со стопроцентной вероятностью снимает все бафы. Поэтому точность тоже важна. Ну и стойкость также не пренебрегайте, то есть если у вас получится там точность и стойкость сделать по 90, то есть это будет очень неплохой Беладеон. Или неплохая? Ладно. Вот. И, ну, естественно, хотя персонаж и защиты защитные, но, уверяю вас, не нужно его одевать в защиту, хотя прирост по защите идет достаточно большой, лучше одеть в ХП. Так как, чем больше у вас будет ХП, тем сильнее вы хильнете самого себя, как минимум. А если у вас будет там ХП на Белке около 15 тысяч, вы будете там хилиться по несчастных, там, ну, к примеру, 5 тысяч, это ничего вам не даст, то есть максимальный уровень ХП сделайте для вашей Белки. Самый лучший вариант, это будет около там 25 тысяч и выше, но моя Белка тонкая, поэтому, что есть, то есть. Вот, итак, где использую я свою Белку? Белку я использую, опять же, на Гиганте. На пару с Ахманом они ходят тоже где-то около полугода, то есть они два брата, которых я не меняю никогда и нигде, разве что там что-то тестирую и тому подобное. Где я еще использую? На Драконе по 10 постоянно у меня тоже Белка стоит, так как под хилл снимает иммунитет с Дракона на последнем этапе. Вот, на арене часто использую, на ГВ часто использую, в башне Белка иногда мне заменяет Ахмана, когда он там не нужен. К примеру, на этаже босса, где стоит, не помню, как зовут босса, вампир и два его собрата Артемиэля. Артемиэля, вот, это кто у нас там, Архангелы Света, так как у них, когда критуешь, срабатывает пассивка, они быстрее ходят и тому подобное. Вот, то есть там Ахман и Вердехайль не особо хорошие персонажи, поэтому я их меняю, к примеру, на того же Бернарда можно поменять и на Белку. Вот, поэтому персонаж очень достойный, из его минусов, минусов в принципе не вижу, контролить этого персонажа достаточно тяжело, так как часто его делают жирным, много хп, плюс родной стат защиты неплохой, персонаж очень дико бесит своим расколом, так как все пати начинает бить в этот раскол, долбить, поэтому очень хорошая тройка, которую советую прокачать на 6 звезд, так как, к примеру, с Бернардом можно поприменить, даже с Ахмана, хотя нет, Ахмана тоже желательно на 6 звезд прокачать, хотя есть много альтернатив Ахману, то есть немногие выбирают этого персонажа, даже некоторые его и никогда не делали, и скажут там, чуть бы не в комментарии, напишут, Ахман нафиг мне не нужен, но я его использую, прокачал и не жалею, что сделал 6 звезд, но Белка 100% нужна, не знаю пока ни одного персонажа и вообще игрока, который бы сказал бы, что, ой, жалею, что Белку перевел на 6 звезд на дно, не знаю, где ее использовать, у меня ее убивают, это все, конечно же, зависит от ваших рун, Белка, классный персонаж, качайте, да, большая реклама для Белодеона, но он мне проплатил немножко, итак, перейдем дальше, естественно, это черный собрат, я не расист, но он черный, да, на самом деле, неважно, какого цвета человек, главное, чтобы не черный, вы же помните, вот, перейдем к этому персонажу, его можно достать, надеюсь, свитка, света тьмы, он вам не попадется, хотя многие, видел я два человека в чате, которым он достался все-таки со свитка, не были приятно удивлены, так как хотели его скрафтить, то есть гексить, а у них абсолютно ничего на это не было, и в принципе, тоже были довольны, но, когда вы получаете, к примеру, со свитка, того персонажа, которого можно скрафтить, я не считаю, что это супер класс, и так далее, то есть многие даже не считают таких персонажей, как Сигма, Катарина и Веромос вообще, там, так скажем, первородками, то есть они, ну, есть и есть, да, пять звезд классно, и так далее, то есть скажу так, Веромос, как и Белка, я считаю, должен быть у каждого, так как это один из лучших персонажей, пятизвездочный, который не то чтобы лучше, чаще всего юзабельный, так как этого персонажа я тягаю абсолютно везде, в то, он у меня с первого по сотый этаж, и я его никогда не меняю, из моего пола персонажей его никто не может заменить, у меня есть Канамия, но она раздета, она пятизвездочная, поэтому все-таки Веромос мне больше нравится, он, во-первых, контролит лучше, так как у него массовый стан, и снимает массовые дебафы постоянно, за каждый свой ход, вот, перейдем к его скиллам, первый скилл ничем не примечательный, дот на два хода, в принципе, и зависит от скорости атаки, чем больше скорость атаки, тем сильнее его урон от первого скилла, но не советую там разгонять его в скорость, там не знаю, одевать ему свифт, там как ДТ, с него делать все-таки этот персонаж саппорт, то есть забейте на первый скилл, от того, что он работает от скорости, это просто некий приятный бонус, но урона там великого, вы от него не дождетесь, хотя если вы и дождетесь, то вы пожертвуете его бонусом, как саппорта, вот, второй скилл, это стан, который разгоняется по шансу, в 50%, по-моему, то ли в 60%, да, даже в 60%, станет довольно-таки часто, неплохо, бьет от максимального количества здоровья, хотя прирост не огромный, его не сравнить, наверное, даже с сигмой, то есть прирост небольшой, но максимальное количество хп для Веромоса тоже значимо, так как чем больше он живет, тем чаще он снимает дебафы, встанет, накидывает доты и просто мешает вам, если этот, конечно же, персонаж воюет против вас, и перейдем, естественно, к его пассивке, одна из уникальных пассивок, которой ранее даже и приблизительно ничего подобного не было, что делает эта пассивка, раньше она работала так, что за любой снятый дебаф на вас, на вас, на персонажа из вашей пати и так далее, он восстанавливал свое здоровье на 15%, неважно было, снимал он один дебаф, либо со всех, со всего пати по одному дебаф, он все равно восстанавливался на 15%, но, видимо, разрабы подумали, что это, так скажем, немного имбовато, и пофиксили ему немного пассивку, хотя, из-за этого не перестали юзать Веромоса, и не сказали, что он хуже стал, и так далее, то есть я не считаю, что его сильно унизили, хотя раньше его часто использовали на Вулкане, качали, им же там чуть бы не Хелл Вулкана, так как он хилился постоянно по 15%, из-за того, что накидывали раскол, сейчас уже не используют, хилился меньше, 3% и 15% это большая разница, особенно на Хелл Вулкане, вот, в чем минус, так скажем, этой пассивки, то, что она снимает не тот дебаф, который вы хотите, естественно, а снимает рандомно, ну и плюс, естественно, в том, что, к примеру, вы атакуете пиратом, да, допустим, в 1М, о котором мы тоже сейчас заговорим, так как других персонажей я не буду брать в использовании, я их попросту еще не использовал сам, хотя знаю, что они могут и так далее, но я лучше со своего опыта расскажу, к примеру, у вас есть пират воды, но против вас есть веромоз, и вы уверены, что после того, как вы используете третий скилл пирата, накинете раскол, себе баф, вражеский веромоз походит, нет смысла кидать тогда, в принципе, третий скилл, разве что вам нужен, очень нужен, там, к примеру, баф на атаку, если вы атакуете, ну, если взять, к примеру, через Катарину, либо через Люшена, которому тоже, в принципе, пофиг, есть раскол на ком-то, нет, он все равно бьет сквозь, сквозь броню, вот, поэтому, смотрите, тоже внимательно, так как снимает дебафы, и, опять же, его пассивка полностью контрится, тем же Тессарионом, хотя, если веромоз, виоли, а это, сто процентов, хотя, видел я и в Деспайере, веромозом, но это абсолютный пред, я думаю, блин, ну, 10 с 10 со мной согласятся, тот человек, который отдел в Деспайер, разве что у него там, супер-мега какие-то, убер-руны, и другого у него попросту ничего нет, там, виол, там, две или три звезды валяется, и он попросту не может одеть что-то достойное, тогда я, ладно, еще пойму, и то ему должно быть стыдно, стыдно, да, мальчик, если ты смотришь это видео, и он у тебя, Деспайере, сними эти руны, сними, пожалуйста, и одень нормальный виол, пойди поформи дракона, вот, поэтому да, Тессарион все-таки, как ни крути, контрит его пассивку, следовательно, пассивка не работает, не может снимать бафы, не хилится, и Веромоса проще убить, так, где я его использую, а, сначала перейдем к рунам, так скажем, уже по порядку, перейдем к рунам, как я и говорил, это лучший вариант для него, это виол, также на него одевают, либо резист, либо энерджи, энерджи, да любой, в принципе, второй сет, фокус, ему часто одевают, чтобы поднять больше точности, но, я решил одеть контратаку, хотя она у меня слабенькая, вы видите, 5 звезд, так еще и, не заточенная, я не приверженец, точить, 5 звездочные руны, на плюс 15, считаю это извращением, и, не достойно, 5 звездочных рун, чтобы их точить на 15, единственное, но, это когда у вас, вот, второй слот руны, она на скорость, 5 звездочная, тогда да, я не против, точить, так скажем, эту руну, на плюс 15, так как, 39, либо 42 скорости, ну, это, не катастрофическая разница, хотя, возможно, часть перфекционизма, сказывается, но, все-таки, поэтому, наверное, у меня и всегда 10, там, и более, лямов, маны, потому, что я не точу, всякие говноруны, 5 звездочные, на плюс 15, лишь бы покрасоваться в чате, вот, поэтому, вы видите, две руны у меня, не особо точенные, поэтому, и хп не так уж и много, тонкий у меня веромоз, вот, почему я делал в контратаку, так как, естественно, при контратаке, он, часто закидывает дот, а это, мне где нужно, это нужно мне в башне, это нужно мне на гиганте, на драконе, неплохо, я считаю, поэтому, да, и руна у меня просто попалась на хп, а другой у меня на хп не было, на то время, вот, альтернативой, что можно ему одеть, если у вас, конечно же, нет виола, можно его одеть в свифт, плюс фокус, энерджи, опять же, второй сет уже, по вашему, там, не знаю, настроению и желанию, вот, из минусов персонажа, как я и говорил, да, он контридца Тессариона, из плюсов, он снимает дебафы, он нужен фактически везде, не всегда на арене, на гв, там вы уже смотрите, но в любом данже, он у вас неплохо заедет, так как снимает, там, не знаю, кресты, бомбы снимает, снимает там, станы, да, он не снимет, конечно же, снимает там любые дебафы, там расколы и тому подобное, вот, и перейдем к последнему, естественно же, персонажу, как я и говорил, это будет пират, так как все-таки, вы видите, порядок немного сбился, поговорю о пирате, так как я его использовал, по поводу урон, скажу так, как должно быть, а не так, как у меня одето, я его одел, ну, в шопу палу, что было, то и было, да, то и натянул на него, по поводу персонажа, скажу так, переходя, естественно, к его навыкам, персонаж требователен к прокачке скиллов, особенно третьего скилла, так как, пока я его не заимел, мне почему-то казалось, я просто навыки не особо обозревал на других сайтах и тому подобное, мне казалось, что его третий навык все равно работает как бы 100%, но оказалось нет, то есть шанс 75%, а вот когда вы прокачаете шанс, то тогда будет уже якобы 100% шанс, ну, там тоже уже будет зависеть от точности, резиста и тому подобное, то есть он требователен к дэвилмонам, либо другим пиратам, если они вам попадаются, к примеру, это вообще мой первый пират, который мне попался, не попадался мне ни огненный, ни ветра, никаких других, поэтому скорее всего мне придется потратиться дэвилмонами, и если мне точнется третий скилл, а второй и первый не будут точиться, то я буду этому рад, очень буду рад, и надеюсь, у меня не будет все наоборот, там начиная с первого скилла, второго и заканчивая третьим, очень надеюсь, вот, поэтому лично мне на него дэвилмонов не будет жалко, хотя если сравнить часунку, того же Боретту и пират, пирата бы я поставил, конечно же, на последнее место, но так как у меня сейчас завалялось, около 11 дэвилмонов, прошел я 70-й хард, поэтому чего бы и нет, думаю, даже точну, и так, перейдем к его скиллам, первый скилл, неплохой скилл, наносит, вот вы видите, тоже 100% шансы, можно добить через прокачку, что тоже, в принципе, хотя бы уже неплохо будет, хоть какой-то бонус от полной прокачки будет, то есть наносит дебаф на раскол брони на один ход, да, минус в том, что на один ход, но так, что есть, то есть, второй скилл более интересен, так как он индикатор атакбара поглощает, то есть вы, к примеру, если у вас пират будет одет в виол, он может походить третьим скиллом, плюс после этого вы можете второй скилл использовать на ту же, к примеру, хлою, чтобы она не использовала свой третий скилл, либо кого-то не похилила и тому подобное, очень классно работает, поэтому используйте скилл правильно, понижайте атакбар и тому подобное, и если ваш пират там очень быстрый, вы можете, к примеру, даже обогнать какого-то персонажа и походить, так скажем, дважды, вот, перейдем к третьему скиллу, конечно же, из-за чего и ценится, и вообще все стараются его получить, там выбить и тому подобное, в общем, я его получил за камни, очень был ему рад, чем он ценится, тем, что закидывает раскол, если вам повезет, то на всю противоположную пати, на вражескую пати он закинет всем раскол, а вам по-любому и 100% естественно даст баф всей вашей пати на атаку, на два хода, на два хода, я его буду использовать вместе с Катариной на ГВ, так как перейдем к четвертому скиллу, она же лидерка, это лидерка очень-таки хорошая, 24 скорости в войне гильдий, у меня для Катарины не было ни одной лидерки, которую я использовал на ГВ, но сейчас 24% даже самой же Катике уже будет приятно, чаще будет ходить плюс и Хлоя уже будет меньше париться, так как в сумме это выйдет около там чуть-бы не 290, вместе с тотемом скорости для Хлои, я считаю, это таки неплохо, очень-очень неплохо, поэтому, ну в принципе на ГВ сейчас, на моем этапе, ну, я не говорю о сливных боях каких-то, там, моя Хлоя 100% обгоняет других Хлои, пока на ГВ я не встречал, но естественно, я понимаю, что моя Хлоя далеко не быстрая, нормальная Хлоя должна хотя бы 250 скорости, а не 235, как у моей, хотя недавно было вообще 210, вот, по поводу рун, идеальным вариантом для него будет, это, конечно же, Виол плюс контратак, так как раскол не помешает, плюс, если сработает дополнительный ход, как я уже говорил, можно накинуть паф, также там, кинуть на кого-то либо раскол, на кого не повесился, либо там, снести атак бар, и для того, чтобы персонаж не смог походить, но альтернативой можно одеть, вот как у меня, так как у меня нет Виола, Скоростного, да и вообще других рун, это Свифт, плюс, любой другой сет, да, действительно, любой другой сет, можно одеть Фокус, Энерджи, там, не знаю, Блейд, да, что души вашей будет угодно, то и одевайте, по поводу слотов, можете экспериментировать, честно, нет такого вот 100% варианта, который надо вот так одеть и все, потому что, если вы не сделаете так, вы дно, и тому подобное, и так далее, то есть, экспериментировать можно со вторым, четвертым и шестым слотом, но, к примеру, у меня стоит так вот, к примеру, это Скорость, и вариантов у вас два в развитии этого персонажа, либо одеть в абсолютное ХП, то есть, сделать с ним вот такого танка, который будет часто кидать баф, если говорить о Виоле, и очень долго жить, вот, ну и снимать там атак бар вторым скиллом, но бить он будет слабо, либо второй вариант, который мне более приятен, импонирует, и одеть его через, так скажем, ДД, я его даже могу сравнить, знаете, с кем, не с Тревором, хотел сказать, а с Рэнди, вот Рэнди и Пират воды, они очень в этом, в чем-то, мне похоже, импонируют, то есть, они дополняют, они вроде бы как и баферы, но если их одеть через четвертый слот, там, к примеру, в Крит урон, догнать, там им шанс Крита неплохой, в пати неплохое собрать, то они очень много могут дамаги нанести, еще и со своих скиллов, поэтому, я постарался одеть его в Крит урон, ну, вы видите, руна, естественно, не до конца точная, и я не думаю, что она вообще на нем долго еще проживет, надеюсь, выбить Виол покруче, на контратаку я не надеюсь, так как я погуглил, поискал, и, кстати, самая-самая редкая руна в игре, это контратака, четвертый слот, Крит урон, по статистике, да, эту статистику читал на официальном сайте, это не специально сделано разработчикам, хотя, поверить разработчикам, что это не специально сделано, в общем, шанс ее выбить очень мало, хотя, кто-то может там сходить на дракона Б6, она ему выпадет, и он такой подумает, ну, прикольно, у меня там контратака, четвертый слот, так ее еще и либо продаст, либо оденет на какую-то там, не знаю, Хлою, вот, и не будет понимать цену, и, ну, понимаете, на втором месте, наверное, это Виол, на скорость второго слота, либо та же крит дамага в четвертый слот, но руна тяжело выбиваемая на контратаку, четвертый слот, крит дамэдж, ну, хотя бы бы Виол, то есть там можно маневрировать, но очень постараюсь его одеть в Виол и контратаку, вот, из слабых сторон персонажа, но могу сказать так, что когда вы нападаете на ГВ, и, к примеру, у всех троих, либо Хлоя походила первая и накинула на всех иммунитет, естественно, пират свое отживает, так как третий скилл кидать фактически нет смысла, разве что у вас есть, к примеру, ну, вот я, моя ситуация, да, я нападу на Хлою, которая будет попросту быстрее, чем моя, она закинет, к примеру, иммунку, и что мне делать? А ничего мне не делать, мне нужно полностью тремя персонажами походить, для того, чтобы у всех противоположных трех персонажей спала иммунка, ну, хотя бы не иммунка, а хотя бы бессмертие, вот, поэтому, после этого я смогу накинуть баф, и моя, к примеру, Катарина уже тогда жахнет третьим скиллом, и попытает удачу, если еще не сдохнет до этого, вот, вот, я думаю, весь минус этого персонажа, невзирая, конечно же, на стихию, всегда есть противоположные стихии и тому подобное, вот, поэтому, где использовать, где я буду использовать, это чаще ГВ, думаю, буду использовать также на арене, кстати, по поводу арены, хочу вам сказать, спасибо моему со-гильдийцу, буду говорить так, проще, конечно, говорить со-клану, но здесь же не кланы, а гильдия, хотя, какая разница, те же яйца, только в профиль, вот, он мне рассказал по поводу одной новой, не новой фишки, а просто, мне казалось, что КПД от того, что он мне рассказал, достаточно ниже, чем то, как делаю и что делаю на арене я, я достаточно сейчас замудренно говорю и загадочно, но когда я все это сам протестирую, и через неделю я обещаю и очень постараюсь вложить полный гайд по поводу того, что я делаю на арене, в общем, суть, вкратце, того, что я хочу сделать, это набить максимальное количество медалей за неделю, то есть, набить больше, чем я набиваю сейчас, и самое главное, меньше парясь, и меньше уделяя арене внимания, в разы меньше, по тому, что я хочу сделать, то есть, на арену у меня будет уходить времени в раза 3 меньше, а медали я должен, по идее, должен буду получить где-то в полтора раза, возможно, даже в два раза больше, чем получаю сейчас, я не буду говорить сейчас цифры, там, что должен получать, и так далее, я хочу это все протестировать, и в дальнейшем, я думаю, сниму видео, и так, ну, вот и вся шестерка персонажей, дальнейшие персонажи, у меня будет тоже 6, я думаю, так как вот остался наш Карлито, Хуанес Тебальдо, вот, Кепасо, будет у нас, скорее всего, Карл, будет Ванесса, будет маг Брауни Ветра, Аквилка, и я думаю, будет у нас прохладный, влажным, я его называю, светильник воды, который очень-таки классный персонаж, и кого же, а, вот, забыл Вунсу, забыл Вусу, прошу прощения, Вуса, Вунса, это другой персонаж, забыл Вусу, тоже на него постараюсь выложить гайд, но, опять же, я хочу их всех одеть, протестировать, побегать с ними, поиспользовать там-то, 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 что лучше, какие руны, переодеть, возможно же, когда будет суббота, переодеваний, вот, секонд-хенда, скидки, все дела, вот, и думаю, сниму тогда на них, уже гайд, поэтому четвертая часть, выйдет не скоро, и, кстати, хотел бы, спросить ваше мнение, так как многие предлагают, те, кто, я надеюсь, смотрит видео, а не просто отфонаряет, это спрашивает и предлагает, хочу ввести новую рубрику, так скажем, обзор персонажей, от фонаря, так скажем, я буду просто наугад, либо пальцем тыкая, вот, к примеру, заходя вот сюда в кнопку коллекции, вот брать наугад, ну, естественно, там не первозвездочных персонажей, а, допустим, даже начиная там, нет, ну, двухзвездочные, не буду трогать, а начиная с трехзвездочных, и выше, я буду вот так вот наугад, неважно, стихия и так далее, и тому подобное, к примеру, я буду рассматривать пять персонажей, По одному персонажу с каждой стихией Либо по такой системе можно действовать Вы пишите в комментарии того, на кого вы хотели бы увидеть обзор Но сразу же скажу, посмотрите на всех моих монстров Особенно на первые 4 ряда Кого я не обозревал и не сделаю в дальнейшем обзор на них Так как я не хочу повторяться И, к примеру, если вы хотите обзор на Раму Либо на Катарину, либо на Бернарда Но смысл, если я уже это делал, правильно? Вот, поэтому если у вас там есть какой-то ваш персонаж любимый Или у меня его нету, там на ту же, к примеру, там Хва Либо еще кто-то То есть я постараюсь собрать полную инфу И рассказать по поводу них максимальную информацию То, что найду на Рою по рунам Где использовать, минусы, плюсы и вообще, что с чем едят Поэтому прошу, оставляйте в комментариях то, на что хотите увидеть гайды Пишите мне ВКонтакте Отвечаю, опять же, повторюсь, когда могу Так как нахожусь все-таки на работе иногда Если не отвечаю, не обижайтесь Но в любом случае, в течение суток я всегда вам отвечу Итак, думаю, это все на сегодняшний день по поводу гайда и обзора Опачки Сейчас мы посмотрим, что мы получим Ну же И ничего мы не получим Что-то даже свитки, кстати, не падают давно Ну же, ну же, ну же, ну же, ну же, ну же Жопа В общем, ничего Итак, всем спасибо за просмотр данного видео Делитесь, задавайте вопросы Оставляйте комментарии, предложения Всем удачи, пока